Система государственной службы в принципе не может быть статичной. Жизнь идет стремительно. И задача управленческой вертикали быть впереди тенденции и вызову уже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Совершенствование этой системы – процесс непрерывный. Поэтому вопросы определения критериев, подбора кадров, механизмов их ротаций, новых подходов к формированию кадрового резерва всегда будут требовать нашего постоянного внимания. Несколько слов о законе о госслужбе. Наш действующий закон о госслужбе принят более 15 лет назад. Но в изменившихся социально-экономических условиях нуждается пересмотр. Необходимо учесть практику его применения, а также актуальность определения новых перспективных направлений развития Института государственной службы. Поэтому мной поставлена задача по разработке нового закона о государственной службе. Эта работа поручена группе, в состав которой вошли ученые, эксперты, в своем большинстве не являющиеся госслужащими. Это было мое требование, чтобы не было закона под себя. В начале года мы обсудили подготовленный законопроект. Не все вопросы окончательно разрешены и работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи. Сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемое на госслужащих ограничениях. Будущий закон должен стать единым документом, который комплексно регулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что мы, в первую очередь, должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей. Многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики.